Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаев Черкесия. С вами Карча Биджиев. Право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума. Об этом расскажет наш гость Лариса Байчорова. Завершился 30-й кинофестиваль «Окно в Европу». 62 работы игрового и неигрового анимационного кино. Кто стал главным обладателем приза? Делегация Карачаева Черкесия во главе с министром туризма и курортов республики приняли участие в туристическом форме путешествий. Шерстяные носки, шапки, а также 15 тонн питьевой воды и письма поддержки от родных и близких. Очередная отправка гуманитарного груза для военных, находящихся на спецоперации на Украине. Машина направится вместо дислокации 34-й мотострелковой бригады. В рамках партийной акции «Бабушкина забота» со всех районов республики вместе с водой будут переданы вязаные изделия. Собранные местами отделениями партии «Единая Россия». Следующим этапом будет отправлен другой груз, но уже для самих жителей Донецкой и Луганской республик. С 1 февраля нынешнего года стало предусматриваться право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума. О том, как это можно сделать, что указывается в заявлении о прожиточном минимуме и кто успел уже в нашей республике данным правом воспользоваться. На эти и другие вопросы нашему корреспонденту Белли Джазаева ответила заместитель начальника отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска и реализации имущества должников Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаевой Черкесии Лариса Байчорова. Добрый день, Лариса Асланбиевна. Сегодня мы будем говорить о том, как сохранить прожиточный минимум через портал госуслуги. Я знаю, что с 1 февраля существует право граждан для ежемесячного сохранения вот этого прожиточного минимума. Скажите, пожалуйста, что нужно для этого делать? В данном случае Роберт Макс предложит заполнить заявление. Я бы хотела добавить, что данный порядок не распространяется на подачу заявлений непосредственно в банк либо кредитную организацию. В заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором должник желает сохранить размер прожиточного минимума. Обязательно в заявлении необходимо указать, к какой социальной категории относится должник. Либо это трудоспособное население, либо это пенсионер. Следует обратить внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно на счете в одном банке, то есть на одном счете и в одном банке. Нельзя сохранить прожиточный минимум на двух разных счетах. Можно только воспользоваться этим один раз. Сколько времени занимает данная процедура? При поступлении заявления о сохранении прожиточного минимума через портал государственных муниципальных услуг судебный пристав исполнителей рассматривает данные заявления в течение 17 дней. То есть не позднее 17 дней с момента подачи данного заявления должник будет уведомлен о решении, которое вынес судебный пристав исполнителей. А имеются ли какие-нибудь исключения или вот этот закон действует для всех должников? Воспользоваться правом на сохранение прожиточного минимума могут не все должники. Ограничение размера удержания и заработной платы или иных доходов должника не касается таких категорий исполнительных производств, как взыскание алиментов, взыскание ущерба причиненного преступлением, возмещение вреда причиненного здоровью, возмещение вреда и со смертью кормильца. По данным исполнительным производством этот закон не распространяется. Многие ли должники в Карачао-Черквисе успели воспользоваться вот этим правом? Так как этот закон действует с 1 февраля 2022 года, с данного момента в службу судебных приставов поступило более 829 заявлений о сохранении прожиточного минимума. На сегодняшний день судебные приставы исполнители рассмотрели и удовлетворили данный порядок в рамках 808 исполнительных производств и сохранен прожиточный минимум на сумму более 118 миллионов. Я благодарю вас за вот такую порезанную информацию. Успехов в работе вам. Спасибо. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» В Выборге завершился 30-й кинофестиваль «Окно в Европу». За 6 дней работы смотра зрители увидели 80 новинок отечественного кинематографа. В конкурсной программе были заявлены 62 работы игрового, неигрового и анимационного кино. В этом году было много дебютантов, 8 из 11 в конкурсе игрового кино. Обладателем главного приза стала картина «Экспресс» Руслана Братова. Авантюрная история подростка Саши Сасланова. Его выгоняют из университета, девушка уезжает в Москву, а карточка с крупным выигрышем пропадает. Но он все проблемы воспринимает как приключения и никогда не унывает. Оператор этого фильма Александр Худоконь был удостоен специального приза жюри за лучшую операторскую работу. Также комиссия признала лучшим актерский ансамбль «Экспресс». Напомню, съемки фильма проходили в Карачаево-Черкесии, в Черкесске, Карачаевске и в Усть-Джигуте. Помимо основного актерского состава, в них задействованы жители республики. Мы сделали кино такое, которое мы хотели сделать. Не было каких-то компромиссов, на которые бы мы шли. И потом сидели и понимали, что ну да, что-то так, в итоге оно такое. То есть это дебют, я сейчас вынесу какие-то, как бы, работу над ошибками произведу и так далее для себя. Делегация Карачаева-Черкесии во главе с министром туризма и курортов республики Расулом Тикеевым приняли участие в туристическом форуме «Путешествуй», проходившись с 4 по 8 августа в Москве, на полях форума, организованного на ВДНХ, прошли 30 деловых мероприятий, объединяющих представителей Ростуризма, фонда Росконгресс, региональных органов власти, туристической отрасли и тревел-блогеров. Особое внимание для жителей столицы вызвал выставочный стенд региона. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Здесь жители и гости столицы России могли познакомиться с богатой культурой и историей Карачаева-Черкесии. В рамках туристического форума «Путешествуй» они посетили площадки, где проходили мастер-классы по вышивке национальных нарядов от именитого моделиэродизайнера Заремы Аджиевой и изготовлению уздечек от мастера Аслана Туркменова. По словам сотрудники регионального Минтуризма Асиат Пазовой, презентующая республику на дискуссионных площадках, на полях форума уже удалось достичь договоренности с отраслевыми организациями и ведомствами, которые послужат наращиванию туристического потока в регион. Вместе с этим также прошла презентация туристического потенциала Карачаева-Черкесской республики, где мы презентовали виды туризма, которые есть в Карачаево-Черкесии. И хочется отметить, что Карачаева-Черкесия богата не только горнолыжным туризмом, но у нас и активно развивается научно-познавательный туризм, исторический туризм, экотуризм, событийный туризм. Это все мы презентовали в рамках данного форума. Пригласили всех жителей Москвы, гостей Москвы и участников форума посетить Карачаево-Черкесскую республику. Достигли некоторых договоренностей с участниками туристической индустрии, с организатором. Помимо этого для гостей форума была представлена выставка народных художественных промыслов и экспозиция национальных костюмов от известных дизайнеров Карачаева-Черкесии. Моделер-дизайнер Зарема Аджиева поделилась своим мастерством вышивки с жителями столицы. Присутствующие с особым интересом принимали участие в мастер-классе. Проявляют интерес. Некоторые пожелали попробовать сами. Повышивали вместе со мной. Достаточно тепло приняли, хорошо. Там много ручной работы в национальных платьях, много ручной вышивки бисером. Ну и ткани, фурнитура, в общем, все общий вид, скажем так. Нам очень приятно было видеть богатую и разнообразную культуру Карачаева-Черкесии. И мы, конечно же, посетим этот прекрасный уголок нашей страны, отмечают гости форума. Человек всегда тянется к тому, что ему знакомо и близко, так или иначе. Хоть мы находимся, мы из Пермского края, мы находимся далеко, на севере. У нас тоже есть горы уральские, и у нас тоже очень-очень много рек. Поэтому всегда хочется в крае, в котором так же много рек, такие же гостеприимные, приветливые люди, озера. И такая история, и национальный колорит, который вообще ни с чем не спутаешь. Костюмы удивительные. Очень любим ездить в Архиз, ездим несколько раз в год. Зимой мы катаем на склонах. Особенно нравится северный склон, потому что я только начинающий сноубордист. Очень нравится Поляна Романтик, прям там очень... Такие люди собираются прекрасные. И сама обстановка, и есть где покушать, есть где повеселиться, есть где провести время очень весело. Ну и сам поселок, соответственно, тоже очень классный. Мне очень люди нравятся там, на самом деле, очень отзывчивые, добрые. На ВДНХ для всех была организована яркая концертная программа с выступлением артистов и национальных коллективов нашей республики. Алихан Лепшоков, Вести Карачаева, Черкесия, Москва. Карачаевские киизы, старинное орудие труда, все это можно увидеть в стенах художественной галереи Черкесская. Экспозиция взята из фонда музея-заповедника и представляет особо немалый интерес. С работами знакомилась шерифат Лепшокова. Валивание узора раскладывалось. Это не ручками начерченные линии. Это руками мастериц. Вот так уложен орнамент, узор. Лидия Богатырева – старший научный сотрудник музея. Трудится здесь уже 41 год и знает об экспозиции всё. Тщательно готовя выставку, она преследовала одну цель – познакомить жителей и гостей республиканской столицы с материальной культурой народов Карачаева-Черкесии. Выставленным карачаевским киизом около 100 лет. Сотрудник музея надеется, что представленные работы могут помочь и начинающим мастерам по войлоку познакомиться с этническим рисунком, который использовали мастерицы. Традиционно это растительный и зооморфный орнамент. Киизы были нескольких видов. С вкатанным узором аллакии, с аппликацией, выкраины, бытовал и однотонный войлок. Я с другой стороны вам покажу. Врезанный, видите, вшитый. На фоне красного войлока чёрный орнамент, а на фоне чёрного фона красный орнамент. То есть два разных войлока получается. Растительный орнамент. Если аллакиизы с геометрическим орнаментом, а здесь растительный стилизованный. Ковёр с аппликацией назывался «Джи-выч кииз». Чем больше зооморфных мотивов было на войлоке, тем больше мастериса желала обладателю кииза материального благополучия. Работа была кропотливая и физически трудоёмкая. В данном случае это сухонное, чёрное сухонное и сверху аппликации. Техника здесь другая. Аппликация сверху, рогообразные изображения. И мы покрывали полки деревянные. Раньше в верховьях Кубани был богатый сосновый бор. И карачаевцы строили из брёвен жилища. И вдоль стен, вдоль этих крепких стен устраивали полки. Выше этого ковра «Джи-выч кииза» вешали под потолком шесть. И украшали этот шесть другим войлоком «Курок кииз». На выставке можно увидеть уникальный ковёр. В него вложена душа мастерицы и её любовь к внукам. Через сто лет мы можем прочитать имена Марьям и Ансара, валенные в узор. В экспозиции представлены и старинные орудия труда. Ручная прялка, гребень для расчёсывания шерсти, щётка для поднятия ворса борки и, конечно, инструмент для изготовления ткани. Бережно собранный сотрудниками музея из разрозненных частей, он наглядно демонстрирует весь процесс. Результат работы мастерицы также можно здесь увидеть. Это три мужских комплекта, изготовленных из шерсти. Наряду с карачаевскими и адыгским костюмами на выставке можно увидеть и элементы одежды нагайцев. Широко не использовали и войлок. Так имеется эскиз украшения войлочной двери свадебной юрты молодожёнов. Представленная экспозиция будет интересна всем неравнодушным к прошлому народов республики. Выставка продлится до 28 августа. Шрифат Лепшокова, Алий Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошёл к концу. Приятных выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова